Я супер-гиперсексуален. Никто не хочет, чтобы это у него убрали. Это было всегда или это сейчас просто прям реально тренд? Страдать. Старик, ты отстал. Вот. У них биполярка. Вот. Послушать и сказать, что, ну, все проблемы из-за мамы. Нам с тобой уже очень тяжело сторчаться. И для меня это выглядит как просто оправдание. И когда никто тебе не признается, что там еда, секс и доминирование движет всем остальным. Из этого все возрастает. Это не все в данном руке. Это может случиться с каждым. С каждым? Стабильного человека можно поставить в условия, когда самоубийство будет для него единственный выход. На связи плюс один подкаст. И сегодня у меня в гостях Василий Шуров. Обладатель медицинской премии Brand Awards. Основатель частной клиники, нарколог и психотерапевт. Все верно? Да, все правильно. Да, отлично. И сегодня, судя по постеру, мы уже обозначили тему. Но хочу начать немного издалека, чтобы быть на одной волне. Психотерапевт отличается от психолога тем, что психотерапевт – это врач, а психолог – это больше послушать и сказать, что все проблемы из-за мамы. Да, все правильно. Психотерапевт прежде всего с медицинским образованием, с высшим медицинским образованием. Он может выписывать терапию, может ставить диагнозы, может отправлять к психиатру. Психотерапевт – это больше жизненные какие-то проблемы, ситуации. Если он сталкивается с болезнью, с диагнозом, нормальный психолог должен отправить к психиатру либо к психотерапевту. Но психотерапевты не слушают о проблемах, они просто типа, вот у тебя депрессия, тебе нужно либо вот это, либо вот это. Но они не сидят, не говорят, что… Нет, почему? Психотерапевт – это врач, который лечит словом. Есть разные направления психотерапии, там когнитивно-поведенческая, гештальтерапия, кто какой школы. Он берет проблему, болезненное состояние, где надо, назначает медицинские препараты и параллельно проводит психотерапевтическую работу, потому что основная проблема здесь – наши убеждения, наши ожидания от жизни, наш утраченный эмоциональный контроль, то, с чем можно работать и словом в том числе. Ну, то есть, если тебя что-то беспокоит, то лучше идти всегда к психотерапевту или, типа, только если вот ситуация сложная, клиническая? Просто вот как, вот, например, вы как, ну, эксперт, профессионал, врач, относитесь просто к психологам? Девочка закончила курсы или у нее был какой-то свой жизненный опыт, и она решила, что теперь может лечить других людей. Это нормальная практика или все-таки там вы противник этого? Ну, естественно, я как врач понимаю, что это очень ограниченные возможности у этой девочки. С другой такой же девочкой там поделиться опытом, поддержать. Одна история. Если у пациента та же самая биполярное расстройство, депрессия серьезная, даже горевание по какому-то утяжеленному типу, тяжелая жизненная потеря, она может просто не вытянуть. Ей не хватит профессионализма. Если у нее критика нормальная, нет синдрома Господа Бога, она отправит к лучшему специалисту. Одна история. Если она тешит свое эго и занимается с человеком и наносит ему урон, вторая история. Я знаю среди психологов мощнейших профессионалов, которые вытягивают и тяжелые истории. И среди психиатров, не очень далеких людей, которые могут навредить все очень индивидуально. Но если есть проблема, это к доктору. Кстати, вспомнил сразу всякие фильмы про медицинскую тайну. А психолог, который не психотерапевт, он подпадает под медицинскую тайну. То, что сказано психологу, оно остается с психологом или у нас не так? Это личные сведения о здоровье, о состоянии человека. Конечно, их разглашение повлечет за собой ответственность. А, то есть неважно, там медик или медик. Можно контракт прописывать отдельно, если у человека есть какие-то сомнения, но есть этические правила, они это запрещают. А, то есть нет такого, что если не врать, то можно все разболтать. Все защищено. Ну, мы же всякие прецеденты знаем. Желтую прессу и все остальное, ну, вообще это преследуется по закону. И это неправильно, сразу сообщество от тебя отвернется. Ну, что это за психолог, у него какая реклама? Что он тут же это выносит в сети, куда-то идет, докладывает. Это же моментальные репутационные потери, которые могут уничтожить как специалисты. Хотя бы с этой точки зрения это многих останавливает. Ну, сводной частью мы закончили, вроде на одной волне все понимаем. Про чему я захотел записать этот подкаст? Вот как раз из-за биполярки и депрессии. Дисклеймер, вот реально дисклеймер. Я верю, я знаю, что депрессия и биполярное расстройство существуют. Это, ну, типа, факт. Но мы сейчас постараемся говорить... Они просто не даны тебе в ощущениях, ты знаешь, это со стороны. Ну, я имею в виду, что это не всем наука. Это же, типа... Психиатрия – это очень серьезная наука, медицинская. Она точно так еще, Гиппократ, описал эти темпераменты, эти проблемы с психикой. То есть несколько тысяч лет, да. Психиатрия, в отличие от остальных областей... Ну, вот у человека, допустим, пневмония, да. Мы сделали рентген, у нас есть объективно. У человека шизофрения, мы не можем сделать снимок и показать, что вот тут вот изменения. Это, как правило, ставится на основании врачебного наблюдения, беседы. Если доктор не тянет, он собирает консилиум трех специалистов. Мы смотрим, наблюдаем в динамике. Нету субстрата. И также биполярка там. Взять анализ крови, сделать там рентген, ничего не покажет. Ничем не отличим от нормального человека. Я просто считал, что депрессия клиническая доказана, что это существующая болезнь. Да, есть симптомы, нет инструментального подтверждения. Ну вот к чему я и вел. Я хотел сказать дисклеймер, что я верю, что такие заболевания существуют. И то есть, если чтобы потом не вырывались контексты, что я буду говорить, что депрессии не существует. У меня другой вопрос. Мне кажется, у моих знакомых, друзей, звезд, людей, с которыми я хоть раз в жизни не пересекался, которые хоть раз заикали, что у них биполярка, депрессия, расстройство личности, не знаю, что угодно. Мне кажется, что это просто чушь. Тут есть две проблемы. Первый. Я смотрю со своей колокольни вроде как здорового человека. Но второе, для меня это вокруг просто какая-то мода. Вот как я это вижу со стороны обывательски? Лентяй? Какие-то проблемы? Не устроился на хорошую работу? Не попал в хороший вуз? Даже нет слова. Лентяй прокрастинат. Да, точно. Он просто откладывает. Он планирует. Он не определился. Он очень творческий. Мы можем... Вот сейчас я психотерапией занимаюсь. Мы можем переформулировать так, что человек прям воспарит над своей ленью. Вот. И для меня это выглядит как просто оправдание. И второе, это мне кажется, возможно, я ошибаюсь, вот люди, которые старше меня или моего возраста, мне 27, скажут, ну да, они просто лентяи, этого не существует. А те, кто младше меня, скажут, да ты чего? Старик, ты отстал. Вот. У них биполярка. Вот. Может быть, у меня она есть. У тебя биполярка? Ну, то есть биполярка, как я понимаю, это когда тебе один день очень хорошо, другой день очень плохо, когда у тебя такие полярные настроения. Очень быстрая смену фасты сейчас описал, так практически не бывает. Все-таки, когда мы говорим о депрессии, это в среднем две недели, это не просто временами сниженное настроение. Да, у нас определенный эмоциональный коридор, что угодно, не поел, поругался, у тебя несколько часов может быть сниженное настроение, это не повод ставить депрессию. А когда у тебя изо дня в день, утром вот эта смертельная тоска, сил ни на что нет, глаза ни на что не смотрят, идеи самоуничижения, вся жизнь ошибка, очень низкий энергетический потенциал, самый высокий суицидальный риск при депрессии. Тело воспринимается как абуза, его надо сбросить. Вот оно ничего хорошего в жизни не несет, это сразу у тебя нарушается и мышление, все плохо, энергии нет ни на что, люди перестают следить за собой, пропадает аппетит, либидо на нуле. И все время мысли очень негативные, вся жизнь ошибка, все плохо, они реально ничего не могут начать, им все равно на себя. Если у них есть чуть больше энергии, чтобы наложить на себя руки, многие заканчивают жизнь самоубийством. Вот как пример можно привести там Ван Гога или Хемингуэя, у них была классическая биполярка и они на депрессивной фазе покончили с собой. А, то есть получается, что биполярка это как будто депрессия и мания. То режим Бога, ты всемогущ, у тебя море энергии, ты за час высыпаешься, ты всем нравишься, ты гиперсексуален, прожорлив, миллион планов, но соскальзывание, ты ничего не можешь довести до конца, ты берешься за 100 дел, мистер Недоделкин, результата нет. И следом, да, может через период интермиссии, когда ты опять в эмоциональном коридоре выглядишь как абсолютно нормально и ухаешься в депрессию, когда вот это состояние, человек, не трогайте меня, я сам сдохну, вот говоря по-русски. А в депрессии это просто то состояние, то есть в биполярке мы имеем два состояния? Биполярка, два полюса, две крайности, человек не контролирует аффект, и вот он на этих качелях, качели могут быть вверх-вниз, а могут быть через паузу, когда у него стабильный период, так называемая интермиссия, и он нормально функционирует. Ну вот опять же, это понятие биполярки, когда ты там все можешь, потом у тебя бывает обычный режим бога, но вот у меня может быть такое, каждый там бывает, то есть я, например, взялся за новый проект, что-то снял, мне так круто. Во-первых, есть причина, новый проект, ты его готовил, у тебя поперло творчество, планы, энергия, ну ты не можешь, вот я тебе опишу, неделю, ты спишь по часу, бегаешь, собираешь совещания, ставишь всем задачи, по 100 звонков делаешь, там во всех банках получаешь кредит, проходишь там 100 собеседований в десятках разных фирм, ну вот как тебе, давай еще вот, пример приведу, прям совсем трэшовый, мать семейства, трое детей, очень приличная женщина, созванивается там с четырьмя горячими парнями, парнями берет психоактивные вещества, снимает сауну на несколько суток, и они потом звонят мужу, забери ее, мы не выдерживаем, мы не справляемся, вот что такое мания. Все увидят, что ты ненормален, понимаешь, у тебя блестят глаза, ты соскальзываешь, носишься, если дальше начнет разгоняться мышление, идея величия, вы там мне все завидуете, там начнешь со всеми ругаться, еще тебя сами люди, как правило, приведут, потому что гипомания, когда все не выражено, человеку хорошо, комфортно, он никогда к психиатру не придет. Ну здорово, я высыпаюсь за два часа, все в кайф, еда очень вкусная, я супер гиперсексуален, никто не хочет, чтобы это у него убрали. А мания, как правило, человек тоже не очень хочет, он себя не контролирует, но его притащат родственники, окружающие, потому что, ну пока он все деньги не спустил, это вот пошел купил самую дорогую машину, причем там без подкрепления банк тебе выдал кредит, ты такой убедительный, там всем, вот это просто трэш, трэшовые истории привозят с немыслимыми долгами, с какими-то криминальными историями, с употреблением, вот что такое мания. И вот биполярка, она получается, ну то есть, как я понимаю, что депрессия это, ну когда долго человеку все будет плохо, в какой-то момент он будет депрессовать, а биполярка это получается какое-то нарушение в мозге. Не, а это физическое, то есть, ну получается, или я могу? Очень много теорий и генетическая предрасположенность, в основном, судя по тому, что это лечится там норматимиками, веществами, стабилизирующими работу мозга, солями лития, притормаживающими мозг, все-таки это возбуждение возникает в определенных зонах мозга и дисбаланс по серотонину, дофамину, все-таки центр управления здесь. Ну вот это биполярка, а депрессия? Депрессия это недостаток серотонина в определенных отделах мозга. Тоже, то есть получается, что если мне каждый день будет плохо из-за того, что я ругаюсь с женой на работе плохо, это будет просто жизнь. А если у меня в мозгу не вырабатывается достаточно серотонина, и я начинаю... То у тебя будет все хорошо, жена тебя будет носить на руках, у тебя будет супер репутация, а тебе будет казаться, что вся твоя жизнь ошибка, все плохо, не трогайте меня, я хочу умереть. Есть причина для негативных эмоций всегда. И они кратковременно, ну невозможно быть в злобище, в упадке сил неделю, ну невозможно, просто в другую сторону уже качнет. Вот, и так что происходит сейчас с обществом, с этими подростками или даже с людьми там моего возраста, чуть моложе, это было всегда или это сейчас просто прям реально тренд страдать? Я думаю, что да, это тренд страдать, потому что сейчас интернет, масс-медиа, все хотят чем-то отличиться. Талантов у людей мало, ну вот каким-то трешем, каким-то хайпом, какими-то заболеваниями, ну хоть чем-то. Чем чуднее, тем лучше по такому принципу развивается история. Если у тебя еще диагноз, а если ты еще дурачишься, а типа мне ничего не будет, я же там больной человек. Очень часто еще пытаются от ответственности уйти, когда то же самое, вот там в казино проиграют больших денег, или еще что-то пытаются под этот психиатрический диагноз подвести, что мотивы могут быть самые разные. Главное, что информация доступна, люди это видят в фильмах, голливудские звезды признаются, и все начинают подражать. Вот тогда следственный эксперимент. Вот я решил стать модным и решил, что хочу, чтобы у меня была биполярка. Я читаю в интернете, что это такое, прихожу к вам на прием, сажусь и играю роль. Вопрос, может ли психотерапевт, психолог разной категории распознать, что я лгу? Есть ли моя цель ввести в заблуждение, что у меня биполярка, чтобы мне выписали эти колеса? Теоретически есть такие талантливые люди, которые могут вжиться в образ, посмотреть там видео с пациентами, посмотреть, как играют актеры. Но обычно все-таки, если ты симулируешь маниакальное состояние, оно достаточно опасное для жизни, там надо и госпитализировать. Потому что человек может наделать долгов, совершить криминальные действия. Когда речь идет о депрессии, оно настолько тягостное состояние, особенно при глубокой депрессии, что человек сам не придет, но родственники привезут. И он вот что воля, что не воля, все равно госпитализируйте, наблюдайте. Ну его даже невозможно выписать, вот просто проконсультировать и сказать на тебе таблетки. Ему даже сил не хватит выпить таблетки, его нужно нормально госпитализировать. Особенно это первично выявленные. Первый эпизод, это прямо даже по стандарту, очень желательно стационарной госпитализации, понаблюдать человека, чтобы понять. Вот сходу биполярка, не-не-не, это в динамике, никто тебе сходу ничего не поставит. Да, можно сказать, да, у тебя гипомания, маниакальное состояние, можно попытаться какие-то причины найти, контекст, что ты на подъеме. Я скорее подумаю, что ты наркоман, что ты там съел и пришел ко мне счастливый с доктором поговорить за жизнь. А нарколог всегда и психотерапевт, а вот как у вас в одном купе или это типа... Нет, вначале ты психиатр, а потом ты можешь учиться на психотерапевта, на нарколога. У меня просто 4 действующих сертификата, даже 5 там еще сексология, поэтому я главврач, у меня организация здравоохранения, я психиатр, я нарколог, психотерапевт. Вот я имею право всем этим заниматься. Обычно кто-то один, это я просто на пяти стульях сижу. Ну, это, возможно, хорошо, лучше быть всенаправленным человеком. Окей, разобрались с тем, что чаще всего люди делают вид, что у них какие-то заболевания, чтобы быть модными, но не будем же отбрасывать тех, у кого реальные проблемы. Какие вот симптомы, вот если такой базовый совет у своих знакомых, друзей, если ты замечаешь такие признаки, то можно попереживать за человека и, возможно, ему нужна помощь. Не только темы биполярки, депрессии, возможно, есть еще ворох каких-то заболеваний, о которых стоит помнить. И прежде всего, если мы говорим человек знакомый, ты применил термин знакомый, то есть ты его знаешь, знаешь его эмоциональный коридор, как он себя ведет, как на что реагирует, как мыслит, как разговаривает. И тут ты видишь, что он ускорился, допустим, разогнался, человек перестал спать, ему два часа достаточно, он все время зовет куда-то, колбасится, он разговаривает, ни о чем конкретном договориться не может, он в речи соскальзывает, у него полет ассоциаций, у него какие-то фантазии, он берет кредиты. Ну, видно, что человек, что называется, сдвиг по фазе, съезжает с катушек, нужно к психиатру останавливать. Что такое депрессия? Наоборот, яма, полный упадок, эмоции все отрицательные, радости в жизни нет, счастья нет, еда пластиковая, аппетита нет, как правило, аппетита нет у них, сон, если там за час-два ты выспался и полный энергии, здесь хоть целый день валяйся, не заснуть, нет ощущения, что выспался. Так называемое в 4-5 утра пробуждение, вот с этой светальной тоской уже камень на груди, вся жизнь воспринимается как ошибка, мысли негативные, они замедленные, человеку очень тяжело формулировать, он отвлекается, он вязкий в разговоре, миллион симптомов. Основной критерий человек поменялся. Да, мы знаем, что психоз, бред, что угодно, там величие или черти за ним гонятся, тут уже очевидно, что он оторван от реальности, он ведет себя опасно, то ли нападет на кого-то, то ли в окно выпрыгнет, это экстренная ситуация. Но любые изменения психические должны заставлять задуматься, что с человеком не так, понаблюдать динамики, поговорить с родственниками, вовремя прийти к психиатру. А алкоголизм или принятие любых других психотропов, это отдельно от, например, депрессии, биполярки, или это может быть вкупе? Например, может ли человек, который депрессует, начать бухать? Конечно. Самый известный русский антидепрессант. Да, но мне казалось просто, судя по разговору, что нет сил ни на что, и даже там таблетки убить, а бухать, это как бы прям надо. Я описал тяжелую депрессию. Первые симптомы, человек же постепенно съезжает, он не сразу его пыльным мешком прибили и все, вот он отключился. Конечно, он хватается за допинги, какие-то развлечения, там, я не знаю, секс, алкоголь, кто-то за психоактивные вещества, как-то пытается подстимулировать мозг, а уже в финале-то, конечно, ничего не радует. Бывает на выходе из запоя депрессия в подарок, когда вроде бы уже не пьет, отмучился и попадает в депрессию, потому что точно так же это воздействует на серотонин, дофамин. Ну, классический пример психостимуляторы, которые просто исчерпывают запасы, они все выздоравливают через депрессию после активного длительного употребления, потому что сам наркотик тебя обгоняет в манию, что ты можешь там танцевать сутками напролет, ну, на выходе у тебя будет в подарок депрессия, паранойя, остыния, ну, более кратковременно, мозг восстановится. Даст тебе обратную связь, типа, остановись, дурачок, не продолжай эту тему, ну, восстановится быстро, это не будет неделями. Как диагностический тест от наркотиков или нет, человек сдает, вроде бы чисто, госпитализировали, быстро прошло, скорее всего, он что-то вкусное съел, нет у него биполярки. Да, хорошо. Что-то ты задумался еще сильнее, я думал... Нет, нет, я просто понял, что мы затронули тему наркомании в России, я понял, что это может сейчас уйти далеко и надолго, но, с другой стороны, не могу просто не... Тема очень актуальная. Не могу не поинтересоваться, да. Вроде как сейчас в Москве, как мне кажется, только модные наркотики есть. Вот того, что было, не знаю, в 2000-х, ну, я давно не видел на улицах нюхающих мальчиков клей. Слышал только истории, только истории про кокаин, траву, что-то такое получается, как это, то, что фильмы романтизируют. А когда смотришь какую-то документалку про то, что за МКАДом, там просто черный героин по венам чуть ли не в глаза закапывают. Два вопроса. Первое. В Москве правда все только радужное или тут тоже просто, ну, трэш? И насколько реально проблема глобальна относительно, может, других стран? Да. То есть, насколько мы занаркоманились? Относительно других стран, где это вообще легализовали все не так уж и плохо, потому что ко мне приезжают лечиться из Италии, из Германии. Там просто государство, если наркоман говорит, ну, хорошо, не покупай у дилеров, мы тебе сами будем давать метадон. То есть, оно, по сути, не лечит, а дает наркоману сгинуть. Ну, это же заместительная терапия же. Да, заместительная терапия. Ну, получается, мы один наркотик, мы подпольный наркотик заменили легальным, и государство дает и говорит, ладно, чтобы криминала не было, приходи. Но подпольный грязный, а этот очистительный. Ну, человек-то все равно остается наркоманом, у него вся жизнь вокруг наркотика, и он все равно, в конце концов, погибнет. Ну, как пример. Понимаешь, что это немножко государство оккупирует ситуацию, борется там с наркомафией, делает более управляемыми самих наркозависимых. Как пример. Сейчас эпоха дизайнерских наркотиков. Действительно, вот этот тяжелый трафик, тащить этот кокаин через два порта, там через Южный или через Питер, куча таможен, большие потери. Когда можно на коленке дизайнерский наркотик, там, мефедрон, что-то сделать в любой лаборатории из химикатов, он гораздо дешевле. Он за счет того, что синтетика будет и свойствами МДМА обладать, и эмпатией, и энергией, он еще будет и дольше будет действовать, еще и дешевле. Конечно же, все это завалено этой жесточайшей синтетикой, которая дает максимально быструю зависимость, а чистый кокаин, я не знаю, в Колумбии, наверное, остался и в Голливуде. Сейчас такая мешанина, вот человек приезжает, говорит, я сижу на чистом, мы делаем анализ, находим там всю таблицу Менделеева. Ну вот, ты же это не в магазине покупаешь с сертификатом качества, что тебе там подсунули, то и нюхаешь. Ну так что, в Москве все получается тоже плохо. Ну имеется в виду, я вот по градации. Это все очень доступно, все очень дешево, благодаря современным технологиям заказывается вот так, и это везде, к сожалению, мы это видим. Ну и у нас получается, ну, проблема актуальна. Проблема сверх актуальна, потому что, ну, втягивание происходит в подростковом периоде. Во-первых, сам наркозависимый вовлекает, как правило, 5-8 человек в эту деятельность, чтобы они его спонсировали. И подростковый период, когда хочется попробовать не что-то хорошее, а вот это вот все быстрое и все, что запрещенное. Самое опасное время. Нам с тобой уже очень тяжело сторчаться, нужны какие-то, совсем нужно голову отключить, чтобы в эту тему полезть. А детей вовлекают легко. Вот что проблемное, я хожу по школам с лекциями. Все это страшно помолодело. Сейчас средний возраст, там, употребление 12-13 лет. Они уже все в курсе. Я в школе читаю лекцию, они все в курсе, о чем я говорю. А мне, кстати, мне показалось, что, ну, то есть, пока я еще в школе учился, я, там, не знаю, там, курить в школе начал, там, пить алкоголь в школе начал. А потом, то есть, где-то в 18-19 уже все это бросил. Ну, типа, наигрался. И мне показалось, что сейчас нынешняя молодежь еще быстрее все это пробует и быстро отказывается. На улицах все фитоняши, все такие ходят. Мне, наоборот, казалось, что... Фильтр стоит. Вот ты на фитоняш внимание обращаешь, а я на зависимых. Я в магазин прихожу, смотрю, кто сколько сигарет покупает, алкоголя. По улице иду, смотрю все свои симптомы, понимаешь? Я вижу, что ничего не уменьшилось, полно вообще народу. Иногда даже по телевизору смотришь на человека и понимаешь, на чем он сидит. Просто по определенным маячкам. Блин, может быть, да, получается красота в глазах смотрящего. Да, ну, фильтр восприятия, кто на что настроен. Меня интересует, как проходит типичный день жизни нарколога в России. То есть, вот как по мне, опять же, все воспоминания из детства. Все, что я знаю про наркологов, это по поводу этого. Моих родственников кодировали от алкоголя. Вот все, что я знал, но я никогда не ходил. То есть, мне просто говорили, его закодировали, он ходил к наркологу. И вот для меня работа нарколога… Вот до венчи, подобрать, хакнуть мозг. Ну, на самом деле, кодирование же не существует, это же бред, да? Ну, естественно. Это миф. Это не бред, это миф. Бред это… А что они тогда там делали, куда они его вводили и говорили, что они его кодируют? Основной действующий механизм – страх. Мы все немножко собачки Павлова. То есть, там как формируется отрицательный рефлекс, дается алкоголь, и в это время вводятся вещества, которые делают человека плохо. И у него возникает некая связь в мозгах, что если я еще раз выпью, мне в миллион раз хуже будет. Ну, тут типа врач был, он меня откачал. А если я один хлебаную, никто не успеет, не поможет. То есть, все это держится на страхе. Мы понимаем, что мы не сумасшедшие, что у человека алкоголизм, зависимость, он может сорваться в любой момент, делать так, чтобы он выпил, умер или что-то у него там отказало. Ну, зачем это надо? Принцип «не навреди» никто не отменял. Ну, вот у пугливых эта кодировка действует, и они действительно не срываются. Некая красная черта – условный рефлекс. Давай будем так называть – условно-рефлекторная терапия. Ну, я, в принципе, так и думал, что так работает. Шкода не существует. Я не могу тебе внушить свою волю и заставить тебя не пить. У тебя полная свобода воли. Ну, да, да. Так вот, и для меня, вот получается, день работы нарколога, ты приходишь... Очень действительно кодировал. Да, нет, и стоит просто очень много людей, и причем всегда одного фасона. Не бывает такого, что сейчас это новый стартапер, потом один контингент стоит, и все с одной проблемой. Жена притащила за ухо и говорит, набухался опять, скотина, работы нет. Ну, значит, ты все-таки сейчас немножко стереотипное мышление демонстрируешь. Да, часто жены, а еще чаще матери приводят, потому что жены отказываются, устают. Бывают и сами приходят, и работодатели, и друзья, и не обязательно они на одно лицо. Есть действительно очень успешные люди, и много женщин среди них, и успешные женщины, ну, допустим, одинокие, которым алкоголь заменяет личную жизнь. Самый разный контингент, самых разных возрастов. Я с любыми людьми познакомился, и с творческими, и с хорошими специалистами. Я не могу сказать, что они дефектные. Вот это третья стадия, когда мозг разрушился, то, что мы видим там под заборами, около магазинов, которые стреляют 5 рублей. Нет, такие уже ко мне не придут. А, вот. Так я вот к этому и спрашиваю. То есть получается, что, как мы говорили, и к психотерапевту, и к наркологу, ну, получается, приходят уже либо те, кто не совсем на дне? Естественно. Но подразумевает, что всё, мозг деградировал. Даже я не могу этого человека остановить. У него одна ценность – алкоголь. Причём там уже третья стадия снижения толерантности. Ему вот столько на сутки. Он там выпил свою чекушку. Фанфурики они берут в аптеке какой-нибудь, боярышник, и валяется. Ну, уже ничего не надо. Это финал. Которым уже всё. Это финал, да. Уже никто не поможет. Ничего себе. Я думал, что, ну, дай человеку рыбу, и он выйдет, дай человеку удочку, и он будет там сытый весь. Ну, я думал, что если дать человеку интерес к жизни, то алкоголь… Ну, смотри, давай, вот, допустим, шизофрения в исходе даёт дефект, слабоумие, деменция у стариков. Всё, мясо из котлет не восстановишь. Алкоголик, наркоман может, вот, солевые вот эти разваливаются за несколько лет. Вот, откройте всё интеллекции. Нету тумблера в голове. Вот многие родственники, там, допустим, пациенты шизофрении, бегают по церквям, прячут. Потом, когда он попадает к психиатру уже в стадии распада личности, ну, нет у меня тумблера, повернуть обратно, чтобы им вернуть прежнего родственника. Надо было вовремя спохватиться. А вот такие, вот мы говорили просто про госпитализацию несколько раз, мы говорим про психоневрологические интернаты? Ну, когда человек недееспособный, да, когда ему только уход, он вообще полностью не социализированный, никто не может из родственников на себя эту функцию взять, да, их сдают, доживать вот тяжёлых инвалидов в таких заведениях. И, как я понимаю, там не всё романтично, как в фильме «Пролетая над гнездом кукушкой». Там совсем ничего не романтично. «Пролетая над гнездом кукушкой», там всё-таки психиатрическая лечебница, там пациенты с перспективой выйти. А здесь с перспективой дожить, нет, они никогда оттуда не выйдут. Всё. Это тоже финал, только чуть-чуть растянутый во времени. Ну, вот я такой думаю, наверное, там довольно даже тяжело работать, потому что... Там очень тяжело работать. Это вот хоспис, психоневрологический интернат. Это вот такие места, где вот смерть, страдания, безнадёга, там определённый психический склад надо иметь, чтобы работать, чтобы это выдерживать. Я не знаю, при каких обстоятельствах я бы туда смог пойти работать. То есть после работы в таком месте нужно к психологу ходить, чтобы это... Да, там выгорание. Ну, выгорание же, оно описано на медицинских чёстрах. В первую очередь медицинский персонал и начал выгорать, когда полностью теряется интерес к работе, к жизни, ко всему, и человек точно так же сползает в депрессию, в апатию, насмотревшись на все эти вещи. Ну, я вот прочитал статейку, ну, просто в другом русле по поводу ПНИ, о том, что их часто используют, не используют для наказания неугодных людей государству, и оттуда выбраться невозможно, а люди сходят с ума... Управительная психиатрия, ты немножко советские времена путаешь. Когда тебе не нравится советская власть, значит, ты явно сумасшедший, потому что она самая лучшая на Земле. Как она может не нравиться? Ну да. А сейчас на свободу слова ты, в принципе, любые идеи можешь выражать, не нравится тебе, Владимир Владимирович. Ну, пожалуйста, можешь об этом сказать. То есть ПНИ, да? ПНИ это получается для совсем... Это инвалидность, да, распад личности. А лечебница получается. Вот эти все истории о том, что, и мемы в ТикТоке о том, что, мол, приезжают санитары в белых халатах. Когда психоз, да, потому что человек не хочет, чтобы его госпитализировали, он очень часто... И тогда применяется статья о недобровольной госпитализации, там нужны крепкие санитары. Ну, даже алкоголик в белой горячке, если это какой-то мужик-работяга с кулаками, больше наших с тобой, его очень тяжело поместить. А он опасен. Он может выпрыгнуть в окно, он опасен на родственников. Он же не воспринимает реальность, он в своем мире. Вот ему покажется, что у него крылья выросли, он выйдет в окно, например, или примет жену за милиционера, может там ее ударить. У нас больше половины криминала, это по пьяному делу вся эта бытовуха. Ну, то есть, получается, нужно просто позвонить в 112 и сказать... Да, в скорую, объяснить ситуацию, приедет психиатрическая с врачом, с крепкими санитарами, и если там показано, и доктор увидит, что там невменяемость, конечно, он будет госпитализирован принудительно. Блин, реально... Но вы спасаете жизнь, либо себе, либо родственнику. Тут никаких... Это не будет стигматизации, не повесят клеймо. А вот если он убьет себя или кого-то из родственников, это вам память на всю жизнь. Тут риски несопоставимы, не надо ничего думать. Все невменяемо, контакт нарушен, пусть с ним работают специалисты. Ну, у некоторых людей есть страх, что после того, как он вернется, то будет хуже. Ну, если его вылечат, то он будет прежним. А если это уже невосстановимое повреждение мозга, то, может, и не стоит возвращаться. Звучит, конечно, необнадеживающе. Необнадеживающе, но а что в этой жизни гарантировано? Это может случиться с каждым. С каждым? Естественно. Я думал, что все-таки есть какие-то предрасположенности, потому что... Есть предрасположенности с разной степенью вероятности. Я же не сказал, что одинаково. Есть генетическая предрасположенность, есть социальные факторы, есть биологичные, да какие угодно. Очень много факторов совпадает. Часто мы можем проследить какую-то психотравмирующую ситуацию, тяжелую, опыт там войны, потери близких. Вот те же пациенты с биполяркой в манию уходят, вот набирает очень много работы, перенапрягает голову. Вот один мой пациент просто в горы поехал и от всей этой красоты, от всего этого воздуха его накрыл приступ мании. Вот он контекст поменял и настолько неожиданно эта картинка сильная оказалась. Да, была предрасположенность, а потом еще контекст сверху навалился и все. Вот если люди настолько подвержены внешнему, что это может изменить их внутри, не кажется ли, что работа психолога или психотерапевта, даже если человек не считает себя богом, это все равно не навязывание, а, мол, корректирование человека, и, возможно, человек уже не будет прежним. То есть ты вдохновляешь человека что-то сделать, а, возможно, он не хотел покорять вершины, а мы направили его там спортом заниматься. И звучит как будто... А кто говорит, что мы принуждаем? У него будет запрос, я хочу спортом заниматься, но не могу себя заставить, допустим, да? Или мы видим какие-то дисфункциональные убеждения, ну, какой пример? Вот ко мне плохо относятся, и ты начинаешь с этим работать. Ты что, мысли умеешь читать? А есть ли люди, которые к тебе хорошо относились? А как? И ты просто убеждения потихонечку убираешь, вот эти, которые человеку не дают жить, которые там у него включают агрессию, негатив. Смотришь, где дефект, и с ним работаешь. Нет, просто вот я говорю, у меня вот недавно был случай, что на одной вписке мне удостоилось чести на хорошем настроении заставить человека побриться, потому что он был пьяный, я его убедил, что ему это не идет. Ну, и болтал. Вот. Так получается же, психологи и психотерапевты могут уболтать раненого человека. На что? Ну, каждый в меру своей испорченности. Принцип не навредит. Ты выясняешь запрос. У него коммуникации нарушены, личная жизнь там, проблемы с профессиональным ростом. И работаешь в этой области, помогаешь разобраться. Иногда человеку даже полезный взгляд со стороны, чтобы понять, что он не так делает. И, конечно, если там психиатр или психотерапевт заставляет подписывать квартиры, там, вступает в интимные отношения, я не знаю, продает в рабство этих пациентов. Понятно, что это статья там, или даже разглашает информацию, это никто не обсуждает. Но мы... Он пришел, чтобы я решил его проблему. Для меня вопрос принципа человеку помочь, чтобы ему стало лучше. И помочь именно в тех рамках, как он это понимает, чего он хочет поменять. Понятно, что я хочу одного, он другого. Но у него конкретный запрос, как правило. А если запроса нет, то помочь запросам, осознать, что не так. Поработать с этим. Ну, просто запрос формируется, исходя из личных ощущений. Вот я смотрю, вы такой крепкий, значит, вы спортом занимаетесь. Да, значит, я спортом занимаюсь. И вы же будете, получается, через эту призму, ну, не навязывать, но намекать. Что, если ко мне худой придет, я ему скажу, иди качайся. Как в этом меме. Брось булку, иди ко мне в зал, давай. Шутку не понял? Поэтому вот я к чему говорю, что мне всегда казалось, что поэтому эта работа так звучит, что нужно просто слушать и ничего не говорить. Потому что ты что-нибудь скажешь, сразу навяжешь. Это ты сейчас уже про какую-то свою мнительность рассказываешь. Это совсем уже отказать человеку в определенной силе воли, в определенных желаниях, что он любое, что я скажу, воспримет и побежит это исполнять. Только если это соответствует тому, что он хочет сделать. Ну, возможно, кстати, да. Пьяного-то ты уболтал, потому что у него критики не было. Ты как-то там, может, ему что-то пообещал, еще что-то там, или напугал. Пьяный, чем хорош, что он идеален для манипуляций. На определенных стадиях там сильных проблем нет. А может, он сам хотел подурачиться. Бывает же такое, имидж поменять. Да, имидж поменять. Блин, у меня такая мысль была сейчас в голове, я ее забыл. Это, походу, у меня... А, у меня... Что у тебя, походу? Походу, у меня деменция началась. Нет, у меня была какая-то тема. Что-то мне так... Видишь, как я тебя уболтал. Да. Какой-то коварный вопрос мне подготовил, а я тебя увел совсем в другую область. Вопрос был точно коварный, да. Я по твоим глазам это понял. Ты так начал хитренько улыбаться, по-ленински. Да, да. Я вспомню, обязательно мы к этому вернемся. И к тебе. Но по поводу генетических предрасположенностей. Я сдал ДНК-тест, жена подарила. И я нашел там колонку суицидальной мысли. И у меня там 11% риска. Насколько можно вообще верить в то, что такие вещи, как депрессия, суицидальные мысли, генетически предрасположены? Просто я не знаю, как к этому относиться, потому что для меня это как, ну, типа, гороскоп. Ну, типа, мол, сегодня мы на 11% больше... Правильно, относись к этому как к гороскопу, потому что генетическая предрасположенность есть. Мы это знаем, ну, по методам исследования. Когда собираем, она мне всегда выясняется, что, ну, биполярка, допустим, наследуется. Можно проследить даже по какой линии она прошла. А все эти модные тесты, ДНК, это все полное мура. Поэтому расслабься. Нет у тебя никакого суицидального риска. Ты хороший, успешный журналист. Все у тебя замечательно. Но 11% это и правда невысоко, поэтому и... 11% это достаточно прилично, но, понимаешь, все определяет контекст. Даже очень стабильного человека можно поставить в условия, когда самоубийство будет для него единственный выход. Я уже молчу про эту самурайскую культуру или еще где-то, или сибирские наши народы, где там вот честь, она гораздо выше, чем жизнь. Или прочее, когда человек очень часто такое решение принимает. Ну, самый, допустим, по самоубийствам город на первом месте, знаешь какой? Уже 100 лет каждый год. Не мучайся, Берлин. Да? А вроде бы немчики, да, рациональный ум. Я хотел просто сказать Докио. Очень орднунг. Ну, нет, японцы нет. Там количество людей считается, а не по плотности населения. Просто то дело, мол, из-за вот этих работ. Северний народ, тем выше. Выше, чем у северний? Да, чем южней, тем больше серотонина, веселье. Они более, ну, в жизни более легко относятся. Можно ли взять человека с депрессией, перевести его на Мальдивы, и через неделю он выйдет новым человеком? Можно попробовать, но маловероятно. Маловероятно. Жалко. Жалко. Но если депрессия была какая-то реактивная, а не серьезная, эндогенная, то смена обстановки очень часто помогает. Даже разговор своевременный с авторитетным человеком очень многим помогает определенные расстановки в голове сделать и успокоиться, когда ты даешь принятие, поднимаешь. Потому что при депрессии очень самоуничижающие мысли. Вот вся жизнь ошибка. Я все делаю неправильно. Я ничтожество. Ничего хорошего не будет. Вот все в темном, вот черные очки на тебя надели, вот все плохо. Если человек авторитетный, ему удается уболтать. Я вспомнил свой вопрос? Да. Да? Я его даже запомнил. То есть деменцию убираем? Все, деменции нет. Один вытекает из другого. Первый, насколько у нас, ну, часто люди обращаются за помощью к психологам или к психотерапевтам. И второе, может ли твой друг, собутыльник, жена на кухне заменить тебе психотерапию? Вот для русского человека же на кухне вот это в 4 часа ночи. А в поездах. А в поездах. Вот эти случайные попутчики. Им изливают такие вещи, которые ни одному близкому человеку не расскажешь. В этом-то вся прелесть. Облегчили душу и разбежались. Тоже такой русский дзен. Но это считается за терапию или это подмена? А почему нет? Нет, я просто спрашиваю. Если особенно умный собеседник, опытный, который дал дельный совет, можно это рассматривать как терапию. Да, это система знаний. Этому учат. Мы всегда держим результат в голове. Мы некоторых подводим не напрямую к результату. Очень много нюансов учитывая. Но своевременный разговор по душам очень многим приносил пользу. Я думаю, ты и в своей жизни такие истории знаешь. Да я вообще любитель вот этих посиделок на кухне. Мне просто всегда казалось, что это, ну, то есть, типа, вот есть специалист, вот он знает. Есть специалист, он будет работать со всем. Допустим, осложненная реакция утраты. Вот год прошел, а человек не может забыть, там, мучается, негативные отношения. Тяжелое стрессовое, человек тяжелое насилие пережил. Вот эти все инцестные вещи. Сексуальное насилие. Это ты с обычным попутчиком не будешь, извини меня, обсуждать. А какие-то бытовые ситуации, пожалуйста. Почему нет? То есть все-таки это, я просто наоборот думал, что сейчас разговор выйдет в то, что да ни в коем случае вы только хуже сделаете. Надо пользоваться контекстом. Ну, мы с тобой говорим опять про Россию, про Питер, где полно психиатров, психологов. Ну, выйди немножко за пределы МКАДа. Там специалисты, я консультирую по всей России. Специалисты найти очень тяжело. Люди, как вот в Германии люди звонят, там за полгода надо записываться к психиатру. Фиг ты попадешь вообще. Прям рыдают. Так и у нас по России. Один психиатр там будет на 100 тысяч. И к нему тоже очередь. И он уже от всех шарахается. Слава богу, телемедицина. Можно там связаться, что-то. Помочь, проконсультировать. Психиатрия вся строится на разговоре. Мне не нужен человек лично, чтобы он сидел тут. Да, правда? Против меня. А мне казалось, что типа мол лично. А что поменяется? Я тебя вижу на экране или я вот так? Принципиально. Мне кажется, я бы сделал свою псевдонаучную теорию о том, что когда я вижу человека рядом, у меня может быть... Опять про твою тревогу. Ты себя чувствуешь увереннее, да? Вот он рядом, ты его можешь потрогать. Не только, что я чувствую, что он слышит меня, а там вот как будто он работает. Как-то разные вещи. Чувствую, что слышит. Если ты сомневаешься, что слышит, ты можешь перепроверить, слышит он тебя или просто задать вопрос о том, о чем ты сейчас говорил. Не, ну въедешь... Чтобы он переформулировал своими словами. И будет понятно, он тебя слышит, он тебя услышал, что он понял из того, что ты ему говорил. Не, мне вот предлагали делать, ну, подкасты по... Ну, и что? Я сказал, типа, да ни в коем случае. Почему? Потому что пропадает вот этот вайб, вот этот наша химия. Ну, это, да, я не спорю. Конечно, вот это живое общение, оно очень прикольное. Но иногда, когда тебе нужен вот очевидец на месте, ты же не полетишь в Камчатку брать у него интервью, а там созвонился, человек все знает, он в теме, и ты быстро материал приготовил. Это про информацию, это когда мне нужно получить информацию, когда мне нужно получить эмоцию, а психотерапия, это же про эмоции, то лучше, конечно, встретиться. Психотерапия про все, почему сразу по эмоции, а мышление, психотерапия это про все, про опыт, про что угодно. Эмоции это эмоции, эмоции это субъективное отражение степени удовлетворенности нашей вот доминирующей потребности на момент. Ты хотел хороший подкаст, снял, ты радуешься, не получилось, ты грустишь, вот и все. Мозг нами немножко управляет через эмоции. Ну, это не есть мы эмоции, это только небольшая часть нас. Ну, да. А есть же еще, получается, эти как-то... Высшие функции мышления, например, творчество. Нет, я имел в виду, что есть эмоции, типа нравится, не нравится, а есть вот эта корневая, то, что вот, мол, хотеть, есть, пить. Ну, это базовые инстинты, конечно. Они же дерутся друг с другом, получается. Почему нет? Базовые они главней, просто они у нас общество их маскирует. Вот, я тоже, ооо, я тоже считаю, что все произрастает. Никогда никто тебе не признается, что там еда, секс и доминирование движет всем остальным. Из этого все возрастает, конечно. Тебе будут говорить про высшие ценности, про альтруизм, прочее. Но альтруизм это тоже разновидность выпендрежек. Просто человек в другом не смог выделиться. Вот, вот. И я тоже так думаю, что люди сами себя обманывают, чтобы лучше казаться. Напридумывали себе сверху, а все они жадные, жалкие, обычные люди. К сожалению, у нас нет другой информации, что мы могли другие выводы сделать. Да. И мы отлично поболтали, и у нас рубрика «Подписывание постера». Можно я вам успехов пожелаю, успехов и роста максимального? Я буду сегодня максимален. У меня биполярка и моя генеральская подпись. Спасибо, что пришли.